Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-регион». В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Детский садик «Виноградинка» в станице Гостогаевской готов к приему новых дошкольных групп. Перспективы развития малого и среднего бизнеса в Анапе предпринимателям помогут на высоком уровне. Мини-футбол в анапском стиле. На спортивной площадке школы номер 4 открыли городские соревнования. Детский садик «Виноградинка» в станице Гостогаевской к новому сезону готов. Количество мест для дошкольников увеличили вдвое. Пристроили новый корпус, территорию благоустроили, здания отремонтировали. О том, какие еще изменения в детском садике, расскажет Наталья Пухальская. Новая тротуарная плитка на дорожке, свежая штукатурка и краска на фасаде здания, старое шиферное покрытие на крыше заменили металлочерепицей. Заведующая детским садиком «Виноградинка» Лариса Воропая обновлением рада. О таком ремонте в детском саду давно мечтали. К нам приехал глава администрации Сергей Павлович. Он увидел, что у нас много недоделок есть. Новое здание готово, но старое здание у нас не отремонтировано. Просто отремонтировано было усилиями родителей. И он, как хороший хозяин, он увидел все наши недостатки, недочеты в ремонте, в стройке нашего детского сада. Увидел, что у нас плохая старая кровля, фасад детского сада не в лучшем состоянии. И он нашел нам хорошего спонсора. И они нам сделали в кратчайший срок великолепный ремонт. Сделали кровлю, сделали новый фасад, утеплили все здание, постелили новую плиточку. Старую мы убрали и постелили новую брусчатку, около 300 квадратных метров. То есть мы благодарны Сергею Павловичу за его внимание к нашему детскому саду. Здание 50-го года рождения прошлого столетия отремонтировали капитально. Пристроили новое помещение для новых детских групп. До реконструкции виноградинки принимали 49 детей, после в два раза больше. И если бы во второй раз можно прожить и выбрать профессию, Лариса Воропай выбрала бы работу с детьми. У меня своих трое внуков, своих двое детей. Вообще я люблю детей. Ходили и сюда в детский сад, уже старший ходит, конечно, в школу, девочка. А эти внуки уже жду сюда в детский сад подрастают. Поэтому, понимает с полувзгляда сотрудников и детей, специалист и руководитель с солидным опытом работы вырастила и воспитала не одно поколение. Работаю в детском саду с 1985 года, с 25 апреля. А кем пришли детские? Пришла работать помощником воспитателя, потом я работала воспитателем, училась, заканчивала учебное заведение. И вот уже с 2000 года я работаю руководителем этого учреждения. Качели, игрушечные домики, горки и вечная борьба за право самой красивой игрушки. Моя машинка. У детей свои заботы, важнее проблем взрослых. О том, что на обед, какая крыша над кроваткой в комнате, как отремонтировать старое здание и принять новых малышей в детский сад, они точно не думают. За них это делают взрослые, серьезные, мудрые и хозяйственные. В гостях у хозяев виноградинки побывали представители администрации, заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко и глава Гостогаевского сельского округа Николай Баюр. Чтобы еще раз убедиться в этом детском садике, все готово для новых групп малышей. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа Регион. Продолжаем выпуск. Работа на взаимном доверии и на одной стороне с законом. Мэр Анапы Сергей Сергеев призвал предпринимателей заниматься бизнесом по белому. Лучших предпринимателей по итогам 2012 года уже отметили грамотами и благодарностями главы. На Совете по предпринимательству специалисты крупнейших банков и филиалов предложили свои программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Подробности расскажет Наталья Пухальская. Эффективная работа основывается на взаимном доверии. Мэр Анапы Сергей Сергеев заверил предпринимателей законной власть на стороне бизнеса. В рамках моих полномочий я не смогу решить все проблемы малого бизнеса, которые сегодня существуют. А существует их, поверьте, я знаю очень много. И есть на то объективные причины. Но часть вопросов я говорю о тех, которые находятся в плоскости незаконных взаимоотношений. Я готов участвовать на вашей стороне. Сергей Сергеев отметил работу анапчан, ставших победителями конкурса «Лучший предприниматель» 2012 года. Бизнес оценивали по трём критериям. Поступление в бюджет увеличения рабочих мест и динамика развития предприятия. В номинации «Лучший субъект малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания» диплом мэра Анапы получила Ольга Сорокина. Лучшим субъектом малого бизнеса в сфере транспортных перевозок признали предприятие «Ника» руководитель Наталья Горностаева. Лучший субъект «Санкура» предприятие «Визит» руководитель Игорь Зинченко отметили работу пансионата «Анапа-Лазурная» и санатория «Анапа-Океан». В Анапе малый и средний бизнес поддерживают на нескольких уровнях. В рамках муниципальной программы до 2017 года предусмотрено субсидирование ставок по кредиту, выплаты на ранней стадии, на приобретение фондов и нематериальных активов, возмещение части затрат при регистрации нового предприятия. Дополнительную материальную помощь в бизнесе предлагают специалисты банков и филиалов. Об условиях кредитования и финансовой помощи рассказали представители банков Первомайский, Кубанькредит, Сбербанк России и Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Кубани. Каждую пятницу для предпринимателей малого и среднего бизнеса в Управлении экономики и инвестиций проводят День открытых дверей. Постоянно работает телефон горячей линии 52666. На входе в здание администрации для бизнесменов разместили ящик доверия. Правда, пока в нем пусто. Предприниматели не спешат делиться проблемами, хотя в администрации города и лично мэр Анапы Сергей Сергеев поддерживает законопослушных бизнесменов. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. К другим темам. Тяжело в учении, легко в боем. Безопасности не бывает слишком много. Если на тренировках и учениях есть время на устранение недостатков, в критической ситуации на счету каждая секунда. Вас беспокоят отделы МВД полиции по городу Анапа. У нас произошло возгорание на третьем этаже около актового зала. Краснодарская, 111. Людей эвакуируем. Примите меры, пожалуйста. Из здания полиции началась эвакуация. В считанные минуты прибыл наряд противопожарной службы. Предполагаемое возгорание началось на втором этаже. Эвакуация прошла успешно. Совместные учения МЧС и полиции по городу-курорту проводятся в административных зданиях. Из жилых помещений эвакуируют людей. В учреждениях приходится спасать архивный фонд, важные документы и технику. Данное мероприятие проводится с целью предупреждения пожаров в здании УВД и в административных зданиях других подразделений. Это запланировано ежеквартально. Мы проводим это для того, чтобы быть всегда на чеку и готовыми к тому, чтобы предотвратить пожар или своевременно произвести спасение людей и документации в случае пожара. Каждый день мероприятия. На летней площадке школы номер 4 начались городские соревнования по мини-футболу. Одно из них по программе «Антинарка» – муниципальный турнир дворовых команд по мини-футболу. Организаторы турнира – Управление по делам молодежи и Центр патриотического воспитания «Ратмир». Очень приятно, что сегодня вы пришли поучаствовать в этом турнире. Я думаю, что такой турнир для вас будет очень полезен. Вы сможете продемонстрировать, что вы умеете в футбол играть, как играть. И, может быть, у нас будут в дальнейшем из этого турнира выйдут чемпионы. Заявки на участие подали 15 команд не только дворовых, но и юношеские из пансионатов. Возраст участников – от 17 лет до 21 года. Пока что команды проходят первый круг игр, разыгрывая путевки в финал. Победители определят 8 августа на третий день соревнований. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров – салона магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду 7 августа в Анапе малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25-27. Ночью 23 градуса тепла. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 24. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Стань чемпионом. Стань чемпионом. Стань чемпионом. Стань чемпионом. Стань чемпионом.